МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передвигаться по мостам опасно уже сейчас, но денег на их ремонт нет. Специалисты Управления дорожной и парковой инфраструктуры обследовали состояние кировских путепроводов и пришли к неутешительным выводам. Вместо детской площадки грязное месиво жители дома на улице Крупской жалуются на работников кировской теплоснабжающей компании. Специалисты ездят на место раскопок через детскую площадку. Один человек погиб, и еще трое получили травмы в ДТП под Санчурском. Там вылетел в кювет водитель Черри Тига. Об этом и в других происшествиях в рубрике «Место происшествия». Теперь кусают не на дачах, а в лесу. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют высокую активность клещей и большое количество пострадавших от укусов. Я не читаю, хоть не урод, и руки твердо знают дело. Но где ж видали, чтоб художник сам шедеврами владел. Сотни авторов проходят серьезный конкурсный отбор, чтобы попасть на сцену. Тысячи гостей обустраивают свои палаточные лагеря. Кто-то привез рекордно большую шляпу, чтоб было видно издалека. Фестиваль Гренландия начался. О событиях пятницы, 19 июля, расскажет информационный канал «Город». Студия Артем Миронов. Здравствуйте. Передвигаться по мостам опасно уже сейчас, но денег на их ремонт нет. Специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры обследовали состояние кировских путепроводов и пришли к неутешительным выводам. Напомним, ранее прокуратура внесла представление в адрес Ильи Шульгина. Говорилось, что за мостами городские чиновники не следят уже несколько десятилетий. Многие путепроводы нуждаются в серьезном ремонте. Сегодня стало известно, что комиссия из управления дорожной и парковой инфраструктуры проверила все 39 мостов. Оказалось, что три находятся в аварийном состоянии, то есть требуют срочного ремонта. Остальные путепроводы тоже нуждаются в изменении. Например, на улице Воровского, Московской и Ленина на мостах сквозные дыры в асфальте, торчащие куски арматуры, отколотый бетон. Специалисты говорят, чтобы привести все городские путепроводы в порядок, нужно более 100 миллионов рублей. В городадминистрации ответили, что таких денег в бюджете нет. Возможно, они появятся только в следующем году. Ранее Илья Шульгин говорил, что по бумагам кировских мостов вообще не существует. Чтобы привести их в порядок, нужно сначала поставить на учет. Вместо детской площадки грязное месиво. Жители дома на улице Крупской жалуются на работников Кировской теплоснабжающей компании. Специалисты ездят на место раскопок прямо по детской площадке. Грязь во дворе появилась у шестого дома еще несколько недель назад. К месту раскопок большегрузы, гусеничные тракторы и экскаваторы ездят прямо по газону через детскую площадку. Гулять на ней стало опасно. Вырытый котлован ничем не огражден. Кроме того, вся придомовая территория, в том числе парковка, которую жители обустраивали за свой счет, покрылась слоем глины. Тяжелая техника практически полностью уничтожила газон. Кто и зачем проводит раскопки на ремонтном участке, сначала было неизвестно. Хотя по закону здесь должен быть размещен информационный щит. Жильцы дома узнали, что здесь работают специалисты КТК. Только после подключения к проблеме активистов Общероссийского народного фронта, Они уже обратились в теруправление и тепловикам с просьбой провести проверку по факту нарушений. После завершения работ двор обязаны полностью восстановить. Активисты сказали, что будут держать этот вопрос на контроле. Дольщикам нового Сергеева предложили обанкротить застройщика. На безопасность кировских школ выделено 120 миллионов рублей. А Никита Белых сравнил себя с Арией Старк из сериала «Игра престолов». Все подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». Дольщикам нового Сергеева предложили не дожидаться окончания строительства домов, Создать собственный жилищно-строительный кооператив, Затем обанкротить нынешнего застройщика и взыскать с него весь ущерб. Такое предложение поступило в адрес людей из Минстроя. Напомним, на днях суд отказал признавать дольщиков нового Сергеева обманутыми. То есть теперь достраивать жилье им придется самостоятельно. Напомним, дома в новом Сергеево не могут достроить уже три года. Руководителя фирмы-застройщика суд признал виновным И назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. На безопасность школ потратят свыше 120 миллионов рублей. Об этом сообщила министр образования области Ольга Рысева. Основную часть этих денег получат школы, расположенные в районах области. И лишь 12 миллионов рублей уйдет на образовательное учреждение в Кирове. Деньги направляются на системы пожарной охраны И приведение школ в соответствии с требованиями о безопасности. Автотранспортное предприятие планирует закупить в этом году новые троллейбусы. Стоимость каждой из 15 электромашин составляет 8 миллионов рублей. Сейчас готовится вся необходимая документация для закупок. К 2030 году в планах у руководства АТП закупить еще 45 троллейбусов и 60 автобусов. Пока же город обслуживают почти 150 машин автотранспортного предприятия. Никита Белых начал сравнивать себя с героями сериалов. На днях в своей колонке портала White News он опубликовал новую статью, где сравнил себя с Арией Старк из сериала «Игра престолов». Дело в том, что в Рязанской исправительной колонии экс-губернатор Кировской области установил памятный камень. На нем на 15 языках написано слово «память». Никита Белых сказал, что при посещении этого мемориала ему, как и Ария Старк, есть о ком и о чем вспомнить. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Один человек погиб и еще трое получили травмы в ДТП под Санчурском. Там вылетел в Кювет водитель Черри Тига. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Авария произошла 19 июля в час 45 ночи на 49-м километре дороги Яранск-Санчурск, граница с Мариэл. По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля Черри Тига съехал в Кювет и опрокинулся. В итоге 26-летний пассажир авто погиб на месте ДТП. Водитель, 19-летняя девушка и 21-летний молодой человек получили травмы, их госпитализировали. Амутнинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы Афанасьевского района Василия Чаранева. Чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями в незаконном участии в предпринимательской деятельности и хранении боеприпасов. Шесть лет Василий Чаранев участвовал в деятельности двух компаний «Надежда» и «Афанасьевский миллиоратор». Эти организации получали госконтракты на особых условиях. Кроме того, он передал земельный участок, расположенный на территории Афанасьевского района, в аренду под контрольной ему организацией на бесконкурсной основе. А в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения. Данные его действия позволили разместить на участке сельхозназначение свалку отходов лесопеления, в результате чего окружающей среде был причинен вред на общую сумму около 100 миллионов рублей. По данным следствия, в подконтрольных Чараневу компаниях работали его родственники. Такой семейный бизнес существовал много лет. Также Следственный комитет и ФСБ провели обыски в доме Василия Чаранева, во входе которых был установлен незадекларированный дом. Чиновник не указал сведения о доходах этот особняк. В доме обнаружили 49 патронов и возбудили еще одно уголовное дело. В сентябре прошлого года Чаранев уволился с занимаемой должности. В итоге суд признал его виновным и назначил ему наказание 3 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Сам обвиняемый вину не признал приговор, вступил в законную силу. Сполошил весь город пьяный водитель шестерки, которого сотрудники ДПС задержали на улице Карла Маркса. 26-летний лихач отчаянно пытался уйти от погони. Мог несколько раз задавить пешеходов, проезжал на красный сигнал и двойную сплошную линию. В итоге ДТП все же произошло. Сначала он врезался в дорожный знак, а в конце преследования уценил патрульную гранту. ЗАП 4-5-4 машина не подчиняется. Едем под Карла Маркса от Ковзомольской. Шестая модель. Едем в сторону Боровского. Всего на задержанного Дмитрия составили 14 административных материалов. Среди них скрытие с места ДТП. Впрочем, за это нарушение водитель ответил не по всей строгости закона. Вместо возможных 15 суток ареста судья ограничился лишь двумя сутками. Теперь кусают не на дачах, а в лесу. Специалисты Роспотребнадзора фиксируют высокую активность клещей и большое количество пострадавших от укусов. В этом сезоне за медицинской помощью обратилось уже почти 13 тысяч кировчан. 61 человек заразился клещевым энцефалитом, почти 140 – боррелиозом. Специалисты говорят, что статистика заболеваний примерно такая же, как в прошлом году. Тем не менее, каждую неделю в Роспотребнадзоре фиксируют порядка тысячи новых укушенных. Это связано с тем, что в июле складывается благоприятная погода для активности опасных кровопийц. Нежаркая и пасмурная. Говорится, что сейчас клещи чаще кусают в лесах. В июле отмечались достаточно благоприятные погодные условия для клещей. Встречаются с клещами те, кто уже выходит в лес непосредственно за грибами, за ягодами. Если весной это обычно дачники, желающие встретить весну на природе, то в летний период это уже такая рекреация, которая связана с дарами леса. В областном центре ситуация тоже остается напряженной. Высокая активность клещей специалисты отмечают в заречной части города и Коминтерне. По прогнозам, показатели продержатся еще несколько недель. На это время в Роспотребнадзоре посоветовали ограничить прогулки в лесах, тщательно осматривать себя после выхода на природу и пользоваться репеллентами. Сотни авторов проходят серьезный конкурсный отбор, чтобы попасть на сцену. Тысячи гостей обустраивают свои палаточные лагеря. Кто-то привез рекордно большую шляпу, чтобы было видно издалека. Фестиваль «Гренландия» начался. Еще к утру пятницы все было готово к приему участников. География впечатляет. Спать люди и не собираются. Все подробности в сюжете Артема Паникаровских. Я не читаю, хоть не урод, и руки твердо знают дело. Но где ж видали, чтоб художник сам шедеврами владел. Почти экзамен в консерваторию отличит только в том, что авторы музыки и стихов хотят участвовать в конкурсе авторской песни «Гренландия». Некоторые даже до своей очереди переживают. Хочется понравиться экзаменационной комиссии. Не переживает, кажется, только Виталий Парыгин прилетел в Киров с Камчатки. А песню приготовил про самого себя, продавца тепла. Виталий Кочегар в тепловой компании. Я продавец тепла, волшебник синей ночи, со мной на вы зима и осень, между прочим. Могу ночью проснуться, что-то меня разбудит. Могу в машине ехать, что-то появится в голове. Творческая кухня, она у всех разная, но... А в сущности одинаково. Все оттуда, по-моему. От бур заявились пройти сотни авторов. Экзаменаторы тем временем уже определяются с тем, кто из них действительно оригинален и хорош. Мне кажется, из тысяч участников, обычно же больше тысячи участников, бывает, выходят 20-30 человек по-разному. Если кто-то приходит автор слов и музыки, конечно, там удивят словами и музыкой тоже, исполнением. А если автор музыки, вот он поражает именно подходу к музыке. У него свое лицо не похоже на других. Тем временем на фестивальной поляне один с другим вырастают палаточные лагеря. Гости Кировской области, предприятия, чиновники. Оригинальничают районы Кировской области. Жители Верхошижемья, например, привезли квас собственного производства. А большую палатку превратили почти в ресторан национальной кухни. А вот по соседству Вятские поляны тоже готовят музей, только из головных уборов народов мира. Их издалека видно по огромной шляпе. Войлочный головной убор крупнейший в России. С транспортировкой, правда, случились небольшие проблемы. Мы ее прикрепили, посадили, вернее, на прицеп, прикрепили. Долго думали, будем ли мы мешать другим участникам дорожного движения. К счастью, мы не помешали, никаких эксцессов на дороге не произошло. Но, тем не менее, все-таки она пострадала из-за сильного ветра. Машины, проезжающие навстречу, все-таки создали вот это движение воздуха. И ее вот так вот шатало, мотало. Семья Лешко – постоянные участники фестиваля Гренландия. Традицию приезжать в Башарову в июле хранят уже как минимум 14 лет. Сами живут в поселке Восточный, но в этот раз собираются петь песни «Максимум костра». Рассказали, что пишут их в перерывах между службой в Институте микробиологии. Сегодня встреча друзей. Сейчас вот все к вечеру подтянутся. Вот это будет самый вечер встречи друзей. С Канады приезжали даже ребята у нас. Организаторы говорят, что фестивальная поляна уже заполнена на 30-40%. Эта цифра с каждым часом продолжает расти. Основной наплыв гостей они ждут с вечера пятницы до обеда субботы. Надо обратить внимание, что в этом году серьезно организован детский парк развлечений. И дети найдут чем заняться здесь во все фестивальные дни. В данный момент уже начали работать малые сцены. Там выступают творческие коллективы, кажется, со всех регионов России. Говорится, что собирается выступить даже некий французский коллектив. Последнее приготовление мы наблюдаем и на главной сцене фестивальной поляны. Здесь в пятницу выступит Александр Шаганов, а в субботу всеми любимый Трофим. Артем Панекаровских, Анатолий Гагаринов, информационный канал «Город». Такое было это пятница, 19 июля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 473302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студии для вас работал Артем Миронов. Увидимся в «Городе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова